Продолжение следует... 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 На трибуну Мавзолея поднимаются руководители Коммунистической партии и Советского государства. Участники демонстрации горячо приветствуют генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, председателя Президиума Верховного Совета СССР Леонида Ильича Брежного, членов Политбюро ЦК КПСС товарищей Андропова, Горбачева, Гришина, Громыка, Кириленко, Пельша, Суслова, Тихонова, Кустинова, Черненко, кандидатов в члены Политбюро товарищей Демичева, Кузнецова, Пономарева, Соломенцева, секретарей ЦК КПСС товарищей Капитонова, Долгих, Зимянина, Русакова. Да здравствует 1 мая! День международной солидарности трудящихся в борьбе против империализма за мир, демократию и социализм! Ура! 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Под знаменем Ленина, под руководством коммунистической партии, вперёд в победе коммунизма! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Впереди знамя столицы. На нём золотая звезда города-героя, два ордена Ленина, орден Октябрьской революции. Этими наградами отмечен революционный, боевой и трудовой подвиг москвичей. Великим городом-тружником назвал Москву Леонид Ильич Брежнев. Она для всех столиц. Она у всех на виду. И отрадные перемены, происходящие здесь, сказал Леонид Ильич, интересуют и радуют весь наш народ. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Слава великому советскому народу, строителю коммунизма, последовательному борцу за мир. Ура! Ура! На марше трудовая Москва. Первыми на площадь вышли колонны девяти столичных районов. И вот идут вовсю её шире, так реки сливаются в один мощный поток. Над колоннами подняты трудовые рапорты. Каждая цифра в них, каждое слово, рабочий привет Тервамаю. Победы лёгкими не бывают, но на той праздник, чтобы, подведя итоги, гордиться тем, что сделано. Назовём некоторые цифры. Сто-два процента. Так, с начала года выполнен москвичами план по производительности труда. За это время построено около 500 тысяч квадратных метров жилья. Жители столицы получили новые школы, поликлиники, магазины. Почти 500 видов изделий имеют государственный знак качества. Энергия, трудовой порыв и чёткость, организованность, дисциплина сконцентрированы в тех цифрах, которые подняты над колоннами москвичей. Владимир Ильич Ленин выражал надежду, что московские пролетарии послужат образцом, за которым будут следовать рабочие других городов. Москвичи всегда стремятся быть верными ленинскому наказу. Идёт трудовая Москва. Идёт трудовая Москва. Музыка. Музыка. Продолжение следует... 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 Первомайскую манифестацию на исторической дворцовой площади в Ленинграде открыли коллективы промышленных предприятий семи районов города. Соревнуясь под девизом «Рабочую пятидневку за четыре дня», они успешно выполняют решение, принятое на 26-м съезде КПСС. Трактора строители Кировского завода досрочно изготовили опытную партию машин К-710. Электросиловцы в предмайские дни закончили отгрузку оборудования шестого агрегата для Саяно-Шушенской ГЭС. Ленинградцев воодушевляют теплые слова Леонида Ильича Брежнева, сказанные им в письме труженикам объединения «Металлический завод». Это еще одно яркое проявление внимания Центрального комитета, его политбюро, каждому советскому человеку. Свидетельство нерушимых связей партии и народы. Праздничные колонны демонстрантов приветствовали член политбюро ЦК КПСС, первый секретарь Ленинградского компартии товарищ Романов, другие руководители области и города. В праздничном убранстве площадь Октябрьской революции на трибуне член политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Украины товарищ Щербицкий, другие руководители республики. В канун 1 мая труженики индустрии Украины досрочно завершили выполнение заданий первого квартала. Широкую поддержку нашла инициатива коллективов заводов «Арсенал» точь электроприборов, которые решили в этой пятилетке обеспечить весь прирост объемов производства за счет повышения производительности труда. В нынешнем году намечено освоить выпуск 250 новых видов изделий. Строители возведут жилых домов общей площадью более миллиона квадратных метров. На площади имени Ленина в столице Белоруссии трудящиеся одного из лучших районов города партизанского. Колонну возглавляет коллектив дважды орденоносного тракторного завода. Его успехи отмечены переходящим красным знаменем ЦК КПСС, Совета министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. В колоннах демонстрантов строители Минского метрополитена. Всего три года прошло со дня начала его строительства. Сейчас сооружаются все восемь станций. Метростроевцы обязались пустить первый поезд на год раньше намеченных сроков. Демонстрантов приветствовали кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии товарищ Киселев и другие руководители республики. В праздничных колоннах новаторы производства и победители предмайского социалистического соревнования. В канун праздника ташкентские текстильщики закончили испытания новых образцов машин. Земледельцы республики обязались в этом году вырастить и сдать государству 5 миллионов 900 тысяч тонн хлопка сердца. На трибуне находились кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана товарищ Рашидов, другие руководители республики. На центральной площади участники Первомайского шествия столицы Казахстана. Их приветствовали член Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Казахстана товарищ Кунаев и другие руководители республики. Индустрия Казахстана досрочно выполнила план четырех месяцев по основным показателям. Сверх заданий выпущено продукции на десятки миллионов рублей. В колоннах демонстрантов тысячи передовиков производства, которые, по примеру москвичей, обязались завершить план нынешнего года к 7 ноября. Все в более возрастающем количестве дает стране Казахстан угля, нефти, тракторов, минеральных удобрений. 28-29 миллионов тонн зерна, столько намечено получить его нынче с хлебных дни в республике. Красная площадь. Праздничное шествие москвичей продолжается. Это уже стало традицией. Каждый год в канун Первомая проходят в нашей стране коммунистические субботники, посвященные Ленинской годовщине. И непременно инициаторами этих субботников выступают рабочие депо Москва-Сортировочное, того самого депо, которое в 19-м году стало родиной Великого Почина. Шесть миллионов москвичей участвовали в коммунистическом субботнике. Фонд досрочного выполнения 11-й пятилетки перечислено 25,5 миллионов рублей. Многократно умножены эти цифры в сфотках всей страны. Средства, заработанные 18 апреля, будут направлены на дальнейшее улучшение охраны материнства и детства, в частности на строительство родильных домов и детских дошкольных учреждений, а также на медицинское обслуживание ветеранов войны и труда. Ленинские коммунистические субботники раскрывают личность человека, воспитанного нашей партией в духе верности идеалам коммунизма. Два месяца отделяют нас от 26-го съезда партии, но уже все ощутимее его влияние на нашу жизнь. Можно привести немало примеров того, как воплощается на деле партийная установка, высказанная в отчетном докладе ЦК КПСС. Конкретная забота о конкретном человеке, его нуждах и потребностях – начало и конечный пункт экономической политики партии. В оформлении праздничных колонн ярко и убедительно отражен курс партии на неуклонное повышение благосостояния народа. В простых цифрах, в кратких и точных сообщениях. Во имя человека, для блага человека работает наша коммунистическая партия. Огромен труд ее центрального комитета. За строками решений ЦК читается подлинно деловая забота о том, чтобы лучше жилось советским людям. Два месяца отделяют нас от съезда. За это время определены конкретные шаги по развитию ряда отраслей промышленности, энергетики, разработаны и проводятся дополнительные меры по подъему сельского хозяйства нечерноземья, расширены права Совета в хозяйственном строительстве, повышаются минимальные размеры пенсии рабочим, служащим и колхозникам, увеличена помощь женщинам-материалам. Это и есть забота о человеке, о завтрашнем нашем дне. Это и есть дело партии, громно связанной с народом. Советский рабочий клос! Страна становится прекрасным, Вы, Советский рабочий клос! Сегодня здесь, на Красной площади, среди гостей Первомайского праздника, представители двух поколений сельских дружинников нашей страны, доярка и председатель колхоза. Иван Иванович Кухарь, ровесник первой пятилетки. Еще мальчишкой слышал он рассказы односельчан, своих родственников о том, как зимой 1921 года в деревне Горки перед крестьянами выступал Владимир Ильич Ленин. И вот сейчас Горки – центр колхоза, носящего имя Владимира Ильича. Вот уже 18 лет руководит этим хозяйством герой социалистического труда, делегат 26-го съезда партии Иван Иванович Кухарь. Иван Иванович, ну мы знаем, с каким нетерпением всегда ждут весну хлеборобы. Действительно, я бы хотел особенно сказать, что эту весну, потому что это весна, весна первого года 11-й пятилетки, весна 26-го съезда партии, который поставил перед тружениками сельского хозяйства большие задачи. Большие задачи стоят перед тружениками Нечерноземья и, в частности, перед тружениками Подмосковья, нашего колхоза. Задача одна – успешно выполнить продовольственную программу. И хотелось бы сказать, что в эти дни, в первомайские дни, труженики полей Подмосковья трудятся с большим энтузиазмом и стараются своим примерным трудом оправдать те задачи, которые перед нами поставил Центральный комитет нашей партии, наше советское правительство. Людмила Филина приехала на этот первомайский праздник из подмосковного совхоза Воронова. Ну, хозяйство это известно не только высокими надоями молока, производством мяса, но и прекрасным дворцом культуры, музыкальной школы, домом художника. Есть в этом хозяйстве и своя картинная галерея. А в экспозиции ее скульптурные портреты лучших доярок хозяйства. Я горжусь своей профессией. И бабушка моя, и мама работали доярками. И эта профессия тоже досталась мне по наследству. Работаю я оператором машинного доения на молочном комплексе. Комплекс это в полном смысле слова индустриальное производство, которое тесно связано с наукой. И мы в своей работе должны как можно больше, эффективнее использовать технику, все достояния науки. На 26-м съезде партии Леонид Ильич Брежнев назвал животноводство ударным фронтом на селе. И мы, молодые сельские труженики, должны с огромным пониманием отнестись к тем задачам, которые поставила партия перед нашим сельским хозяйством. Площадь Конституции. Здесь проходила первомайская демонстрация трудящихся столицы Грузии. Ее участников приветствовали кандидат в члены политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Грузии, товарищ Шеварднадзе, другие руководители республики. 9 тысяч рабочих тбилистских заводов и предприятий носят почетное звание «Ударник коммунистического труда» в рядах демонстрантов и представителей самого молодого, 9-го по счету района Горьба. Образован он в минувшие 5 лет. Более 170 видов изделий выпускается на его предприятия. А в новых жилых кварталах этого района уже справили новоселье сотни семей жителей столицы Грузии. Столица Азербайджана. В праздничных колоннах нефтяники и машиностроители, химики и работники легкой промышленности, знатные труженики села. 11-й год подряд республика за победу во всесоюзном социалистическом соревновании награждается переходящим красным знамением. Успешный трудовой старт взят и в нынешнем году. На трибуне находились кандидат, члены политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана товарищ Алиев и другие руководители республики. Первомайскую манифестацию в столице Литвы возглавили трудящиеся Ленинского района. Демонстрантов приветствовали первый секретарь ЦК Компартии Литвы товарищ Гришкевичус, другие руководители республики. Экономика должна быть экономной. Этот лозунг стал повседневной программой действий трудовых коллективов республики. Многочисленные панно и транспаранты праздничной демонстрации рассказали о достижениях рабочего класса толкожного крестьянства и стремлении успешно выполнить задания новой пятилетки. Среди победителей предмайской трудовой вахты, открывших праздничную демонстрацию в столице Молдавии, труженики легкой промышленности, строители Кишинева. В канун 1 мая закончено сооружение новых объектов Республиканского центра охраны здоровья матери и ребенка. Молдавские архитекторы досрочно завершили разработку проектов жилых домов для земледельцев. Демонстрантов приветствовали первый секретарь ЦК Компартии Молдавии товарищ Гроссу, другие руководители республики. В праздничных колоннах трудящихся Риги рабочие инженеры предприятий пролетарского района. Это самый крупный промышленный район города. Здесь расположены известные всей стране производственные объединения ВЭФ, вагоностроительный и электроприборостроительный заводок. Труженики этих предприятий в начале пятилетки выступили инициаторами почина за высокое качество труда на каждом рабочем месте. Соревнование под таким девизом широко поддержано по всей республике. На трибуне находились первый секретарь ЦК Компартии Латвии товарищ Госс, другие руководители республики. Голосных демонстрантов выше всех на отцовских плечах самые маленькие. Крепкие руки подняли их вверх. Смотри, малыш, это твоя страна, твоя земля. И во все глаза смотрят ребята вокруг. Пройдет время, но даже повзрослев, не забудут они этих минут. Накрепко будут они связаны в их памяти со словом Родина, с чувством гордости за нее, сильной и прекрасной. Не только кумачом полотнищ, яркими красками весенних цветов, но и радостными ребячьими улыбками озарена сейчас плавная площадь страны. Законом нашей жизни стали слова «Все лучшее детям». С особой любовью в нашей стране строят бассейны и стадионы, школы, дворцы пионеров, театры, детские сады, санатории. Заботой о юном поколении проникнуто и новое постановление партии правительства, направленное на охрану материнства и детства. Пусть растут наши дети здоровыми, красивыми, гармонично развитыми, вооруженные знаниями вступают в жизнь. Ведь впереди их ждут тысячи новых открытий, тысячи ярких, интересных дел. Вакоми, добрый день! Добрый день! Начал работать радиотелевизионный мост Красная площадь, Орбита. Спасибо вам! Спасибо! Здесь ваши коллеги, Анатолий Васильевич Филипченко и советско-монгольские экипажи Джанибеков-Гуракча и Ляхов-Гонзорик. Передаю слово им! Дорогие ребята, Володя, Виктор, мы сегодня беседуем с вами прямо с Красной площади. Красная площадь в праздничном убранстве. У всех праздничное веселое настроение. Мы все, и космонавты вот здесь, стоящие, и стоящие на площадке возле Мозолея, все трудящиеся Красной площади. Поздравляем от души с международным праздником 1 мая. Желаем мы вам здоровья, крепкого здоровья, бодрости и успешной, слаженной работы на борту. Как у вас там дела? Большое спасибо, Анатолий Васильевич, за поздравления. Примите наше искреннее поздравление лично вы, а также все ваши товарищи, друзья, которые забрались на Красной площади. А наше настроение, как видите, оно бодрое, девочное, праздничное, ну и с рабочим настроем. Мы, как говорится, в этот праздничный день, я вам, как своему командиру, докладываю, что у нас нет сомнений в том, что программа будет выполнена полностью до конца, так, как и запланировано. Молодцы, молодцы, мы вас наблюдаем, у вас бодрый вид, я передаю микрофон Володенька Небекова. Ребята, добрый день, с праздником. Здравствуйте, здравствуйте, Здесь на вас смотрит вся планета в этот день, и сегодня на Красной площади прекрасный солнечный день. Очень много улыбок смотрят, здесь монитор стоит, и мы вас всех наблюдаем, прекрасно идет изображение. С праздником вас, ребята, и нам хочется здесь поддержать вас, мы понимаем, там трудно, вас только двое над планетой, но мы с вами, и мы не сомневаемся в том, что вы сделаете программу полностью, и даже с перевыполнением. Мы ходим двое, я далеко от земли, но мы не чувствуем себя оторванными от всего народа, все с нами, и мы чувствуем эту поддержку всего народа, нашего человечества, и особенно этот торжественный праздник, мы очень рады, что вы пришли на Красную площадь, и вот сейчас мы ведем разговор с вами. Можик услышим, можик услышим, с утра. Помните, что мы люди советские. Да, все, точно. Слово нашим монгольским коллегам. Дюктор Деминин, здравствуй, Дюктор Деминин, здравствуй, здравствуй. Здравствуй, здравствуй. Володя и Виктор, хочу поздравить вас с праздником весны, с праздником 1 мая, с праздником солидарности и трудящейся всех сторон. Большое спасибо, Боярова. Спасибо. Считайте, что мы с вами как и прежде, как и всегда. Как у вас дела, как настроение, как работа на борту? Хорошо. Нормально. Как видите, месяц, как вы, вот, нас покинули здесь, но мы вроде бы вот не так давно. Глянешь ты назад, смотришь, оттуда из-за конуса выплываешь. Все то же самое. Спасибо, спасибо. Здравствуйте, ребята, поздравляю вас с первым маем. Ребята, мы вчера ваших черт поздравили. У них настроения бодрые, праздничные. Они вас ждут с нетерпением. Ребята, желаю больших успехов в вашей программе. Володя, Виктор, вы слышите нас? Мы слышим, слышим, приветствуем, Володя, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Поздравляем вас с праздником, желаю всего-всего наилучшего. Недавно, только что вернулся я из Шерланка. Большой привет вам, поздравление всего ланкийского народа, с праздником вас. Спасибо, дорогой. Где мы еще раз вместе поедем, да? Поедем обязательно. Жди подарок, который пришлем. А, все. С выполнением программы, Володя и Витя. Спасибо. Будет сделано. Счастливо вам. Все сделаем вам, кто находится на Красной площади, и говорим, что программа будет выполнена полностью. Техника работает исправно, все будет нормально. У нас нет проблем. Самочувствие нормальное. Спасибо за слова. Спасибо. В праздничных колоннах трудящейся столицы Киргизии. Участников демонстрации приветствовали первый секретарь ЦК Компартии Киргизии товарища Субалиев и другие руководители республики. С отличным настроением встретили Первомай гидростроители. В рекордно короткий срок они ввели в действие первый агрегат Купсайской ГЭС. С трудовым успехом их поздравил Леонид Ильич Брежнев. Отвечая на эту высокую оценку, энергетики обязались в нынешнем году поставить под промышленную нагрузку три агрегата и завершить сооружение станции на год раньше запланированных сроков. Среди победителей социалистического соревнования в честь Первомая коллективы предприятий железнодорожного района столицы Таджикистана. Праздничные транспаранты рассказывают об индустриальном развитии республики. Сегодня к многочисленным объектам южно-таджикского территориального комплекса ведут дороги из Душанбе. В городе Турсун-Заде возводится еще один корпус алюминиевого завода. В напряженном ритме живут новостройки Яванский электрохимический завод, Рагунская и Байпазинская гидростанции. На трибуне первой секретарь ЦК Компартии Таджикистана товарищ Расулов, другие руководители республики. Первомайскую манифестацию трудящихся Армении по традиции открыл рабочий район Еревана, носящий имя Владимира Ильича Ленина. Демонстрантов приветствовали первый секретарь ЦК Компартии Армении товарищ Гемерчан, другие руководители республики. С трудовыми коллективами на первомайской демонстрации ученые республики. Решающий, наиболее важный участок сегодня внедрение научных открытий и изобретений. Эти слова Леонида Ильича Брежнева начертаны на транспаратах. Путевку в жизнь в одиннадцатой пятилетке получат десятки научных разработок, о которых рассказывает оформление праздничных колонн. С хорошим настроением встретили весенний праздник мира и труда трудящейся столице Туркмении. Сотни ее жителей получили благоустроенные квартиры. В первых рядах праздничных колонн победители предмайского соревнования. Это коллективы промышленных предприятий пролетарского района. Над колоннами цифра миллион двести двадцать тысяч. Столько хлопка обязались дать государству в этом году земледельцы республики. В сложных погодных условиях завершен сев тонковолокнистых сортов этой ценной сельскохозяйственной культуры. На центральной трибуне первой секретарь с каком партии Туркмении товарищ Гапуров другие руководители республики. Демонстрацию в столице Эстонии открыли трудящиеся Ленинского района. Они признаны победителями в соревнованиях в честь Первомая. Участники демонстрации рапортовали о своих трудовых достижениях, стремлении успешно выполнить задания года и новой пятилетки. Их приветствовали первый секретарь ЦК Компартии Эстонии товарищ Вайен другие руководители республики. В праздничных колоннах рядом с ветеранами труда бойцы эстонского ударного комсомольского отряда. Они приехали из далекого Нового Уренгоя на Первомайскую демонстрацию в родной город, чтобы рассказать о вкладе комсомола республики в строительство важнейших народно-хозяйственных объектов страны. И снова Красная площадь. Мы пригласили к нам на трибуну трех молодых людей, каждому из которых сегодня, именно сегодня, 1 мая 1981 года исполнилось 18 лет. Мы поздравляем вас, Ира Трубинова, Игорь Кузнецов и Федя Смирнов. Федор Смирнов по окончании школы сразу начал работать на заводе керамических изделий. На этом заводе работает его отец и старший брат. Сейчас Федя слесарь цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики. А вечерами он учится в худиновском индустриальном техникуме. Игорь Кузнецов студент первого курса химико-технологического института имени Менделеева. Его специальность химия полимеров. Это значит, что ему предстоит открывать такие материалы, которых пока еще в природе не существует. Ира Трубинова. Впрочем, она сама о себе скажет. Вам слово, Ирочка. После окончания школы я поступила в торговое училище номер 183. Я хочу работать в сфере обслуживания, приносить людям радость, помогать им. По сути, право на выбор профессии это наше право на инициативу. Нам даны большие права и поэтому на нас накладывается большая ответственность. Трудовыми победами, отличной учебой ответим мы на нашу заботу, а нас молодые. Спасибо. Еще раз поздравляем вас с днем рождения и с 1 мая. Слово поэту Андрею Дементьеву. Пожалуйста. Дорогие товарищи, в этот праздничный и такой солнечный день Хочется сказать вам будьте счастливы. Будьте счастливы во всем и в работе и в любви и в дружбе и в своих ожиданиях. Здравствуйте, родные мне люди, идущие с флагами из ворот. Смотрите, небо на синем блюде солнца хлеб солью вам подает. Добрый день, мой великий город, с детства вошедший в мою судьбу, где каждый башенный кран как молот тянется к серебряному серпу. Добрый день, мой шар земной, путь же на всех твоих параллелях, небо встречает людей тишиной, земля богатством, дома, весельем. Добрый день, страна моя. В майском солнце, в улыбках и в песнях вся от Волги и до Кремля и до спутника в Подневесье. Здесь на Красной площади сегодня среди зарубежных гостей присутствуют представители профсоюзного движения многих стран мира. Я хочу представить вам Ивана Вонько, председателя Восточнословацкого областного совета профсоюзов Чехословакии и нашего гостя из Италии Микеле Гравано, секретаря отделения Всеобщей Итальянской конфедерации труда области компании. Иван, чем знаменателен для вас нынешний Первомай? Меня очень радует, что я как член делегации Чехословатских профсоюзов принимаю участие в этой прекрасной Первомайской манифестации именно здесь, на Красной площади. И все, что я здесь вижу, произведет на меня огромное впечатление. Прежде всего, потому, что демонстрация проходит, как демонстрация огромных успехов советского народа при построении коммунистического общества, как демонстрация решительно перевыполнить огромную программу 26-го съезда Коммунистической партии Советского Союза, программу социально-экономического развития, программу новых мирных инициатив. Я хочу сказать, что эта программа была с большим вниманием принята у нас в Чехословакии. Поддержка программы была выразена и на 16-м съезде нашей партии, в работе которого участие принимал наш друг чехословатского народа товарищ Леонид Брежнев. Нас всех радует, что была показана большая оценка Коммунистической партии Чехословакии в ей борьбе за дело социального развития, в борьбе за мир и укрепление социалистического содружества. И в этот прекрасный праздничный день я бы хотел передать всему советскому народу большой привет от профсоюзов Чехословакии, пожелать советскому народу много успехов в совместной борьбе за дело мира, за дело социализма и коммунизма. Я говорю Нителе Гравано чувствую большое волнение проходясь сегодня здесь на Красной площади этот знаменательный праздник 1 мая это праздник всех трудящихся и в этот момент я думаю мысленно возвращаюсь в Италию думаю о манифестациях которые проходят сейчас по всей стране наша страна переживает трудный момент из-за трудной экономической ситуации из-за наступления предпринимателей на права трудящихся и из-за большой для нас проблемы терроризма действий направленных на подрыв демократии в Италии в этот светлый майский день трудящиеся всего мира выражают свое единство в борьбе за высокие идеалы за разрядку и мир о которых много говорилось на недавнем закончившемся 26 съезде мир это единственная дорога для народов всей земли от имени никараганских трудящихся мы хотим поздравить всех советских людей руководителей коммунистической партии с этим прекрасным праздником первого мая днем международной солидарности трудящихся нам очень приятно находиться здесь сегодня на красной площади и наблюдать за этой великолепной демонстрацией советских трудящихся которые выражают солидарность с другими народами мира народ никарагуа всего второй раз в своей истории отмечает день первого мая и этот день первого мая мы отмечаем борясь против империализма который не прекращает свои происки против нашей страны с нашим народом всегда были солидарны все честные люди земли сегодня совершенно очевидно советский союз и его союзники являются теперь более чем когда-либо главной опорой мира на земле эти слова сказаны Леонидом Ильичом Брежневым с трибуны 26 съезда партии подтвержденные самой жизнь они выражают существо нашей внешней политики ее ленинского курса выйти главной опорой мира значит постоянно и настойчиво вести борьбу за разоружение и безопасность за право спокойно жить и трудиться труд мир май этот весенний праздничный словно рассвеченный кумачом лозунг исполнен глубокого смысла великое счастье жить растить детей работать украшая родную землю мир укрепление мира отвечают интересам всех народов партийный съезд выступил с развернутой программой упрочения международной безопасности сейчас советская программа мира на 80-е годы широко обсуждается парламентами правительствами общественностью разных стран наша борьба за укрепление мира за углубление разрядки международной напряженности говорил на 26-ом съезде партии Леонид Ильич Брежнев это прежде всего борьба за то чтобы обеспечить советскому народу необходимые внешние условия для решения стоящих перед ним созидательных задач этим решаем мы и проблему поистине всемирного характера ибо нет сейчас ни для одного народа вопроса более существенного более важного чем сохранение мира чем обеспечение первейшего права каждого человека права на жизнь а здравствует первое мая день день международной солидарности трудящихся борьбе против империализма за мир демократию и социализм ура ура великому ленину слава 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 коммунистической партии советского союза слава 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 Великому советскому народу, строителю коммунизма, слава! 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 Ура! Слава! 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 Осуществление решений 26-го съезда явится достойным вкладом в практическое воплощение программы коммунистического созидания. Слава! 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 Совета ГДР Эрик Хонекер, другие руководители партии и правительства, ветераны рабочего движения, зарубежные гости. В эти минуты в столице Куба проходит праздничная демонстрация. В ней принимают участие около миллиона трудящихся. На трибуне первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы, председатель Государственного совета и совета министров республики Фидель Кастро, другие партийные и государственные руководители. Участники массовой демонстрации заявляют о своей решимости сорвать любые происки американского империализма против кубинской революции. В праздничной демонстрации в польской столице приняли участие представители трудовых коллективов промышленных предприятий, строек, учреждений, высших учебных заведений и школ, ветераны польского рабочего движения и Второй мировой войны. Вместе с демонстрантами в праздничной колонии первый секретарь ЦК Польской Объединенной Рабочей Партии Станислав Каня, другие руководители партии и правительства республики. К могиле неизвестного солдата и памятнику героям Варшавы были возложены венки и цвуки. Торжественное собрание трудящихся по случаю 1 мая состоялось в Бухаресте. На нем присутствовали генеральный секретарь Румынской коммунистической партии, президент Социалистической Республики Румынии Николай Ачаушеску, члены политисполкома ЦК Партии, партийные и государственные деятели, ветераны партии. Красочная первомайская демонстрация состоялась в столице Чехословацкой Социалистической Республики. На трибуне генеральный секретарь ЦК Коммунистической Партии Чехословакии, президент Республики Густав Гусак, другие партийные и государственные деятели. Демонстрация прошла под лозунгами дружбы и сотрудничества с Советским Союзом, другими братскими социалистическими странами. Праздник Первого Мая широко отметили трудящиеся капиталистических и развивающихся стран. Демонстрации и митинги состоялись в Хельсинки, Риме, Париже, Токио, Луанде, Лиме, Никосии и многих других городах мира. Еще несколько сообщений. В адрес Леонида Ильича Брежнева поступила телеграмма от Эриха Хонекера, в которой он выразил благодарность за поздравление по случаю его избрания на пост генерального секретаря ЦК Социалистической Единой Партии Германии. Пном Пень. Сегодня в Кампучии состоялись всеобщие выборы высшей орган государственной власти, Национальной Собрании Республики. Это первые в истории страны подлинно демократические выборы. Среди кандидатов в депутаты Национального Собрания, рабочие, крестьяне, представители интеллигенции. Всех их объединяет глубокий патриотизм, стремление отдать все силы делу восстановления Родины. Председатель исполкома Организации освобождения Палестины Ясер Арафат призвал Совет Безопасности ООН немедленно принять эффективные меры, чтобы положить конец агрессивным актам Израиля на юге Ливана. Внимание Совета Безопасности обращается на варварские вооруженные действия Тель-Авива, в частности бомбардировки израильской авиации районов южно-ливанских городов Сайда и Набатия, что повлекло многочисленные жертвы среди мирного населения. Нью-Йорк. Хаос во внешней политике. Таким заголовком газета Нью-Йорк Таймс подводит итоги внешнеполитической деятельности республиканской администрации за первые сто дней ее пребывания у власти. Хотя еще в ходе своей предвыборной кампании, подчеркивает газета, Рейган обещал, что политика его правительства будет твердой, четкой и последовательной, минувшие три месяца были свидетелями противоречивости и неразберихи в дипломатии Вашингтона. Сегодня ВЦСПС устроил прием в честь зарубежных профсоюзных и рабочих делегаций, прибывших в Москву на празднование Дня международной солидарности трудящихся. На приеме присутствовали посланцы профсоюзного и рабочего движения более ста стран, представители Всемирной Федерации профсоюзов, других международных профсоюзных объединений. Гостей приветствовал председатель ВЦСПС товарищ Шибаев. От имени зарубежных делегаций выступил секретарь Всемирной Федерации профсоюзов Немо Удро. Прием прошел в атмосфере сердечности и братской интернациональной дружбы. О спорте. Чемпион Московской Олимпиады Сергей Сухорученков выиграл предпоследний шестой этап международной велогонки, который проходит по дорогам Италии. Он преодолел 155-километровую дистанцию за 4 часа 9 минут 56 секунд. Сухорученков лидировал на протяжении 100 километров, опередив на 11 минут Юрия Баринова, который финишировал вторым. Одержав победу над сборной Венгрии 7-5, олимпийские чемпионы, советские ватерполисты продолжают лидировать в розыгрыше Кубка Мира, проходящего в американском городе Лонг-Бич. После пяти туров у советской команды 10 очков. Командам осталось сыграть по два матча. И в заключение о погоде в Москве. Завтра температура ночью 1-3 градуса тепла, днем плюс 7-9. Облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами со снегом, ветер западный. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok